Ни левофлоксоцинок, ни моксифлоксоцинок, ни цифтриаксона, антибиотиков нет. Людей много приходят за ними? В течение дня и приходят, и по телефону, то есть постоянно спрашивают, препаратов нет. Три дня назад мы получили, мы не можем его дать в продажу, потому что честный знак, программа, которая вот у нас, мы должны оприходовать этот товар в этой программе, чтобы дать в продажу, программа не работала по всей стране уже два дня. В итоге мы препараты дать людям не можем, продать не можем, они остаются без лечения. С этого лета все лекарства подлежат обязательной маркировке. Алтайский край на нее лишь переходит. Система для регистрации препаратов работает через сеть. Сбои, зависания происходят даже в краевом центре, не говоря уже об отдаленных районах. И система, по сути, отказывается спасать людей. Маркировка нужна для того, чтобы отслеживать движение товара от производителя к конкретному потребителям, чтобы все это было прозрачно. Было бы очень хорошо обойтись сейчас без нее, чтобы пережить вот эту серьезную пандемическую ситуацию. Когда человек не может получить лекарство, а оно есть, это очень обидно. В надежде получаем подтверждение от МДЛП. Ответ отрицательный. Много моих родственников сейчас болеют, и нужно было срочно достать антибиотики. Их по аптекам нет. Азитромицин я не могла найти, левохлоксоцин. То есть все, что назначают сейчас врачи, к сожалению, не всегда это есть. Антибиотик, который требуется в том числе и моей маме при борьбе с пневмонией, в городе не достать. Ближайшая аптека, где пока еще есть это лекарство, находится в Новичихе. Это 250 километров от Барнаула. Заказать на сайте невозможно. Поэтому мы едем на АБУ, мы постоянно думаем, а вдруг его уже купят к тому моменту, когда мы прибудем на место. Я вот смотрела на сайте, препараты есть, в них как бы нет. Десятый церквит из-за маркировки не разрешают отдавать. Три часа пути и всего одна ампула, а в день их нужно две. А курс лечения при этом 10 дней. До конца этого года точно мне сказали. Да, до декабря маркировка точно проходить должна. Я после ковидного госпиталя и не могу найти нигде лекарства. Оттуда отправили долечиваться, а здесь я не найду антибиотиков даже не найду. Было очень страшно, когда я лежала в реанимации и умирала. Я думала, я не выживу. Вот это было страшно. А сейчас? То, что нету. А сейчас, да. А сейчас нечем долечиваться. Вот это страшно. Извините. Выходит из аптеки, а в пакете сок до витаминки. Если вопрос поставок лекарств в край уже обсуждает с федеральным центром, проблему маркировки только начинают признавать. Так в Госдуме предлагают вести мораторий на новые правила оборота лекарств. Противовирусные, жизненно важные препараты при борьбе с пневмонией в городе сейчас не достать по разным причинам. Здесь замешана и несвоевременная маркировка, и то, что заводы по производству лекарств не готовы были к такому массовому ажиотажу. А ведь за полгода, с момента начала пандемии, можно же было постелить солому людям, которых сегодня приходится массово хранить. Валентина Аскерова, Николай Шелко, Дмитрий Денисов. День с толком.